друзья всем привет спасибо что посетили наш канал знать полезно в этом видео хочу рассказать вам что делать если замерзла солярка хочу поделиться с вами эффективными способами решения данной ситуации на те случаи если замерз дизель подписывайтесь на наш канал смотрите это видео до конца и вы узнаете куда на зиму улетают орлы и дрозды не переключайтесь поехали итак зима как известно всегда приходит внезапно ну по крайней мере у нас вместо с тем она приносит немало проблем автомобилистам от небольших связанных с необходимостью прогревать машину перебываться в зимние до серьезных связанных с плохой управляемостью и риском больших дтп есть также и другие неприятные моменты с которыми ассоциируется зима например проблемы дизельными моторами когда замерзает солярка и мотор просто невозможно завести знакомая ситуация не так ли в этом видео попытаюсь помочь всем кто столкнулся с этой проблемой постараюсь дать несколько полезных советов как быть если замерзла солярка начну пожалуй с того что советы которые будут приведены в данном видео не являются обязательными к применению не были испытаны лабораторных условиях и не являются единственно правильными поэтому все что вы делаете вы делаете на свой страх и риск чтобы не ломать голову над вопросом что делать если замерзла солярка пользуйтесь тем видом топлива который рекомендован для конкретного времени года то есть зимой заправляем зимние дт летом летние здесь все понятно я думаю объяснять ничего не нужно как вы понимаете предотвращение любой неприятности всегда лучше чем борьба с ней но если же несмотря на все это вам не повезло и дизель замерз не стоит паниковать и расстраиваться соберитесь и приступайте к решению проблемы пару слов о том почему это происходит дизельное топливо содержит в своем составе парафины которые очень чувствительны к понижению температуры как только температура падает ниже минус пяти солярка становится гуще за счет кристаллизации парафином чем ниже температура окружающей среды тем гуще становится дизельное топливо при минус 30 соляра напоминает кисель который не может пройти сквозь топливный фильтр и топливопроводы результате образуется закупоривание и полное перекрытие подачи топлива почему этого не происходит с зимним дт дело в том что в зимнюю солярку добавляют специальные присадки которые препятствуют загустению топлива даже при очень низких температурах что делать если солярка все-таки замерзла первое парогенератор или фен если вам повезло и вы обнаружили проблему дома то у вас есть больше шансов решить данную проблему для этого можно использовать парогенератор или бытовой фен с их помощью можно попробовать отыгреть фильтр отмечу что именно топливный фильтр в большинстве случаях является причиной того что топливо не поступает в двигатель ваша задача нагреть фильтр тем самым растопив парафин и которые блокируют подачу топлива если у вас есть новый топливный фильтр то лучше полностью заменить его и в дальнейшем заправляться зимней соляркой второй способ если у вас не оказалось под рукой ни фена ни парогенератора вам поможет кипяток или обычная тряпка принцип простой обматываем теплой тряпкой топливный фильтр и медленно льем на тряпку кипяток тряпка нужно для того чтобы кипяток подольше задерживался на фильтре благодаря высокой температуре фильтр прогреется парафин растает и позволит завести мотор способ 3 залейте в бак антигель и размешайте сам антигель как я уже говорил является эффективным средством не позволяющим солярке превращаться в гель отсюда и название антигель однако как говорят некоторые автомобилисты в случае когда замерз дизель антигель тоже помогает решить проблему после того как вы размешали антигель с топливом попробуйте прокачать топливо ручной помпой если такова и имеется лучшим на рынке антигелев считается ранвей монол и хайгер четвертый способ керосин согласно множеству рекомендаций именно керосин позволяет решить проблему с замерзшей солярки однако как я уже говорил большинство средств работает именно до того как наступили холода то есть керосин заливать нужно накануне наступления холодов если же вы не успели и солярка все-таки замерзла можно попытаться разморозить ее при помощи керосина принцип следующий льем керосин в соотношении 1 в 10 после чего стараемся размешать топливо которые находятся в баке далее рекомендуется заменить топливный фильтр или хотя бы снять его и отогреть для того чтобы парафин и растаяли способ 5 тормозная жидкость крайние меры используйте тормозную жидкость примерно 100 грамм этого будет достаточно для того чтобы разморозить загустевшее топливо принцип тот же заливаем размешиваем греем фильтр или меняем как и все предыдущие варианты данный способ рекомендуется использовать в качестве профилактики 6 способ услуга отогрева авто если самостоятельно отогреть автомобиль у вас не получается тогда рекомендую воспользоваться услугой под названием отогрев авто услуга предусматривает вызов специалистов со спецоборудованием позволяющим быстро и эффективно отогреть ваш автомобиль после отогрева автомобиля происходит без проблемный запуск мотора вашего авто единственная проблема в том, что такой тип услуг доступен далеко не в каждом городе. Седьмой способ – теплое помещение – это эффективное решение, когда замерзает солярка. Если ни один из вышеупомянутых вариантов не помог решить вашу проблему, тогда остается лишь одно – эвакуировать ваш автомобиль в теплое помещение. Там за несколько часов, а может быть и дней, замерзший дизель оттает и позволит вам завести двигатель. Перед тем, как отправиться в путь, рекомендую залить в бак какое-либо из приведенных средств, предотвращающих замерзаний дизельного топлива, во избежание повторения проблемы. Как я уже неоднократно говорил, профилактика всегда лучше, чем лечение. Поэтому для того, чтобы не ломать голову над тем, что делать, когда замерзла солярка, постарайтесь не допускать этого. Заправляйтесь тем топливом, которое соответствует тому или иному времени года. Заливайте антигели и прочие средства для борьбы с замерзанием топлива до наступления холодов. Такие меры помогут вам избежать неприятностей и сэкономить ваше время и деньги. У меня все. Спасибо за внимание, спасибо, что досмотрели до конца. Отвечаю на загадку, которая была задана в начале. Орлы на зиму улетают в Орел, а дрозды улетают в Дрезден. Спасибо за просмотр, надеюсь вам понравилось. Всем пока, не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok